Люди рождаются, которые не могут сами себя обслуживать, а тут человек такой становится. У него пропадает речь, нарушается координация, он у него начинает все кидать, бросать. Потихонечку так сходит с ума. Таких симптомов у 27-летней Кати пока нет. Появляются они, как правило, к 40 годам. О наследственном заболевании девушка узнала три года назад. Случайно, от авосибирских врачей. Первая реакция – растерянность. В России людей с таким недугом всего около 400. О болезни почти ничего не известно. Ни как лечить, никому идти за помощью. Но Катя не пала духом. Я, если честно, не боюсь. Я как-то уже два дня проревела, когда узнала о диагнозе, и все. Я как-то больше вообще насчет этого не переживала. Эта хрупкая, но сильная девушка помогает людям с редкими заболеваниями. Екатерина совместно с другими волонтерами добилась, чтобы дорогостоящие лекарства от Гентингтона внесли в список льготных. А еще и сильно хочется изменить отношение к особенным людям. Для этого в июне на молодежном форуме АТР она защитила свой социальный проект сильнее обстоятельств. Девушка вспоминает, судьи тогда плакали на взрыд. Когда человек с болезнью Гентингтона, его часто останавливает полиция, проверяет, пьяный ли он. И его не пускают в общественный транспорт, выгоняют из магазинов. Так как по симптоматике они очень похожи на пьяных медлительных людей. Я как раз хочу через свой проект рассказать о том, что обычные люди и не стоит их бояться. Бороться с ударами судьбы Екатерине помогает супруг. Вместе они уже больше пяти лет. В будущем хотят усыновить малыша. Девушка признается, самое ценное в жизни – это время. И проводить его нужно с пользой. Сейчас Катя мечтает попасть на конференцию Вену, где соберутся люди с Гентингтоном со всего мира, а также ученые, которые разрабатывают лекарства от болезни. Но для этого нужны деньги – около 100 тысяч рублей. Часть уже собрана. Помочь девушке с остальным характером можно по реквизитам, которые вы сейчас видите на экранах. Валентина Скирова, Павел Лаурнин. Наши новости. Субтитры делал DimaTorzok